В муниципалитете завершилась неделя доброты и щедрости. Чтобы подвести итоги этой акции, мы пригласили в студию председателя Ленинской районной организации Всероссийского общества инвалидов Наталью Рящину и член Общественной палаты муниципалитета Юлию Одинцову. Здравствуйте. Здравствуйте. Уже в седьмой раз прошла эта акция. Она действительно стала доброй традицией нашего муниципалитета. С какой целью она проводится? Эта акция проводится для людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Вот на данный момент. Давайте перечислим, кто принимает участие в этой акции и кто может принять в ней. Благополучатели? Да, да, благополучатели. Это члены общества инвалидов и, я думаю, что члены других организаций, которые у нас есть в Ленинской городском округе. Их несколько, они могут обратиться. Давайте расскажем более подробно, какие акции прошли, сколько успели сделать за эту неделю. Вы знаете, акций было очень много, каждый день проходило в нескольких точках, но более подробно, я думаю, нам расскажет Наталья Алексеевна. Ну, я хочу сказать, что неделя доброты и щедрости – это замечательная акция прежде всего. Что дает нам эта акция? Нам эта акция дает друзей. Много друзей. Говорят, много друзей не бывает. Бывает. Есть благотворители, наши спонсоры, которые участвуют именно в неделю доброты и щедрости. Мы им за это очень благодарны. Но есть такие благотворители, которые не ждут неделю доброты и щедрости. Они нас поддерживают в течение всего года по мере возможностей и нашего обращения. Вот мы им очень благодарны. И поэтому вот эта неделя доброты и щедрости для нашей организации очень значима. И, конечно, я хочу выразить слова благодарности всем, кто принимал участие в этой акции. Но особенно хочется отметить наших друзей, которые постоянно держат руку на пульсе, которым не все равно, как живут инвалиды. Они неравнодушны к судьбе инвалидов и стараются помогать по мере возможности. В этом году сколько человек примерно удалось охватить этой акцией? Сколько мне поучаствовало? Ну, во-первых, мы начали выдавать. Мы выдаем сейчас трости-палочки. Мы выдаем палочки для скандинавской ходьбы. Тонометры, ингаляторы, памперсы, пеленки. Ну, средства гигиены для лежачих у нас есть. В общем, вот это мы уже выдаем. И еще мы будем собирать комплекты, значит, продуктовые. И обязательно всем выдадим продуктовые наборы. И сколько это человек? Минимум рассчитываем на 300 человек. Минимум 300 человек у нас получат. Эта акция вдохновляет нас на работу неравнодушия наших друзей-спонсоров. И мы им очень благодарны. Я считаю, что эта акция просто необходима. Видела, что вы хотели что-то добавить? Да, я хотела также добавить, что не только детские садики или юридические лица, но и просто люди были, которые решили помочь и поучаствовать в этой акции. Просто услышали о ней среди соседей. Поэтому также принесли какие-то продукты, средства гигиены, медикаменты. Поэтому я думаю, чтобы наш мир стал добрее, люди, участвуйте в этих акциях. Потому что получателей очень много, а желающих помочь. С каждым годом мы видим все больше, больше и больше. Ну как раз в продолжение. Тем, кто хочет принять участие, помочь, куда нужно обратиться? Непосредственно к руководителю общества инвалидов Рящиной Наталье Алексеевне. Или в общественную палату, а мы тогда уже их скоординируем вместе. Можно я в заключении скажу слова благодарности? Конечно, отдельное слово благодарности. Это руководителю, председателю общественной палаты Людмилы Васильевны Лернер, которая занималась вот этой благотворительной акцией, спонсорами, благотворителями. Юлию Владимировне Одинцовой, отдельное спасибо. И если куда-то съездить, что-то привезти, даже те же продукты, они всегда помогают и всегда на готове. Вот большое спасибо и низкий поклон. Спасибо вам за это благое дело. А я напомню, что у нас в гостях были председатель Ленинской районной организации Всероссийского общества инвалидов Наталья Рящина и член общественной палаты Юлия Одинцова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова